Я занимаюсь фрагистикой. Я создал 5 лет назад доставку за час по Киеву, потом стали продавать в другие города. И действительно, мы их доставляем на электробайках и сделали самые лучшие электробайки. Возможно, поэтому тема моего выступления – транспорт будущего. И когда я готовился, я, конечно же, представлял это вот так, о чем я вам расскажу, как представляли или не мы раньше транспорт будущего. Но нет, на самом деле транспорт будущего – это транспорт настоящего. То есть то, что сейчас уже есть в других городах, в других странах, где-то применяется. Где-то здесь кто-то что-то попробовал, в других городах. И вот такая развязка рядом с Вашингтоном. Она работает там, не помню, по-моему, в 10 разных потоках. И тут смешиваются дальнобойные и местные транспортные потоки. И все работает. И вот разве это не транспорт в будущем? Это да? Именно к этому мы должны стремиться. Особенно после того, как пару раз он заблудился на развязки Маслопадона. Да. Я приехал за Алматы. Ну, вообще 10 лет назад в Украину. И живу здесь. Но в Алмате, в Казахстане, в целом, в Алмате в частности, есть экономическая проблема. Ну, казалось бы, как транспорт, экология. Ну, что он здесь вообще? Но... Смог... Ну, это гостиница «Казахстан» в центре города. Центральная гостиница, и ее не видно из-за смога. В Алмате проблема. А вот так, уже на горами, и с трех сторон, и воздух не выдувается. Поэтому... Да, знаю. И этот смог, он стоит. Но 80% смога городского происходит от автотранспорта. И это проблема. И это проблема не только Алматы, это проблема других крупногородов. Вот Бекин или Бангкок. Это Лос-Анджелес. Тоже не видно этого города, потому что смог. Смог от транспорта. А транспорт будущего, транспорт настоящего и транспорт в целом, должен решать не какие-то мифические там идеи. Вот мы сделаем там супер-мега-самолет или еще какой-то там. А он должен решать конкретную человеческую проблему. Вот. Экология. Лос-Анджелес, Париж. Ну, или что далеко за примером? Как мы говорим. Подняки, фиг, да, на днях. Вот это фотография недельной датности. Почему мы дышали вот этой гайке? Потому что в тумане взвесь образовывалась и она никуда не уходила. А откуда она образовывалась? От автотранспорта. Сейчас я расскажу, как решить эту проблему. Автотранспорт. Вот эта пробка, по-моему, в Таиланде. Люди стояли в ней 12 дней. Да, окей, в Таиланде больше людей, чем в Украине, но на сегодняшний день в мире порядка двух миллиардов автомобилей. И растет это количество на 10-15% ежегодно. То есть, лет через 5-10, рано или поздно такая же картина будет у нас. В других городах мира. И с этим нужно что-то решать. Это вторая проблема. Первая проблема, которую я озвучила, экология, загрязнение воздуха, выбросы. Автомобиль выбрасывает целую там, ну не всю таблицу Менделеева, но огромный перечень. СО2, формальдегиды, твердые вещества и прочее, и прочее. И это находится в зоне нашего дыхания. То есть, одно дело, когда мы где-то производим аккумуляторы, там, за тысячу километров от города, да, и это очищается все экологически. А другое дело, когда выбросы, вот они прямо у нас. Это приводит к астме, к людям заболеваниям и так далее. Ну и вторая проблема – это пробка. Первая и вторая проблема. Вот, например, пробка в Лос-Анджелесе. Люди едут, когда День Благодарения, кстати? Что-то в ноябре, по-моему, да? У нас четвертый, что ли, я точно не помню. Ну вот это едут День Благодарения. И, ну как едут? Стоят, да. Да. Поэтому город идеально бывает, по-моему, людей. На мой взгляд, без машин, на самом деле… Да, это просто пустыня, это дорога между Абудами и Дубаи, 100-км. На самом деле она так никогда не выглядит, а только фотография была сделана перед открытием. Но одно из решений проблем – это индивидуальная травма. И микромобильность уже стала глобальным трендом. Ну, вы все слышали – 270 миллионов в самокаты берешь, 300 миллионов в Uber свои самокаты и прочее, прочее. Вы видите различные моноколесы, гироскутеры и так далее. Ну, на самом деле это решает обе проблемы. Вот вы, как специалисты по урбанистике, как участники Урбана Хакатона, когда приступаете к задаче, правильный подход – это решать проблему. То есть не придумывать, не изобретать какие-то там решательства, а решать проблему. В транспорте есть сейчас две проблемы. Ну, помимо очевидных – перевозить людей и грузы, да, две проблемы – это экология и пробки. И вот мобильный индивидуальный транспорт, он решает обе эти проблемы. Кстати, а Валерий Пекарь выступал или будет выступать? Завтра выступает, да. Он вам подробнее расскажет о будущем в целом, о нашем мире. Очень потрясающей лекцией рекомендую, внимательно послушать. И вот он будет говорить о шарик-экономике. Ну, конечно же, вы все знаете, что такое Убер, велосипеды напрокат. То есть, или, например, автомобиль шерри. У нас есть Гельманкар. Это новый вид экономики. Когда мы не покупаем автомобиль, а используем, когда нам нужно. Да. Убер – это с водителем, а Гельманкар – это без водителя. Ну, или самокаты, велосипеды, они сейчас по всему миру. Сдаются варианты. Например, две фотографии. Это из Барселоны, это из Мадрида. Ну, такие картины сейчас по всем природам есть. Просто берете во ряду, едете и платите там за сколько, сколько проехали. В Санта-Монике по областам улицам, я помню. Ну, это было удобнее, чем Убер. Например, если мне нужно проехать пять-десять километров, да, я вызываю Убер. Но если мне нужно проехать два километра, пешком все-таки далековато. А Убер вызывать, да пока он приедет, да пока это, проще вот взял собака, да поехал. Реально, там типа два-три доллара это было автомальное решение. Ну, конечно, ими тоже здесь все просто, потому что эти собака Шерри закрываются. Это фотография из Китая. Офа, не собака, а велосипед Шерри компания привлекла два и три десятых миллиарда долларов. И обогрузилась, закрылась. И вот эти вот просто огромные склады, эта свалка, она к еду еще уходит туда. Там невероятное количество, просто выбрасывая с носок, потому что не заработала эта бизнес-модель Шерри велосипеда. Но, тем не менее, велосипеды сами по себе, это отличное решение для городского транспорта. И вот это фотография из Пекина. Сейчас, если вы приедете в Китай, поедете в Пекин, Шанхай, другие крупные города, вы не увидите там бензиновых мотоциклов. Вот это все либо велосипеды, либо электровелосипеды. Ну, я не говорю про машины. То есть, все мотоциклы перешли с бензина на электричество. И, очевидно, это решает проблему пробок, проблему трафика, да? Нам не нужно целой машиной занимать огромную, не знаю сколько, 6-7 квадратных метров, да? Вот у нас велосипед. Это решает экологическую проблему. И вся логистика переходит на такие решения. Как и Алиса уже сказала. Я сказал, мы логистическая компания, и мы в логистике смотрим за всеми трендами. Вот желтенькие, на Тойче пост закупили 9000 электровелосипедов для своих почтальонов. Надеюсь, и Курпочта тоже когда-нибудь перейдет. УПФ, ДХЛ, ТМТ и прочее. И, ну, на самом деле, Новопочта обратилась к нам буквально в прошлой неделе с просьбой разработать что-нибудь подобное. Грузовой электробайк. И если все получится, то там через полгодика у нас на дороге Киева тоже будет ездить. Новопочта с грузоподъемностью там 300 килограмм и будет развозить на велосипедах по Киеве, на электричестве. Курьеры все пересаживаются на электромеросипедах. Глова, Доминус и прочее. Недавно я разговаривал с курьерами из Глова, ну, наши киевские, мы с соседями общаемся в логистике. Я спрашиваю, а вот как ты вообще ездишь? Можешь рассказать? Он говорит, ну, друзья, едят по новоцикле на этом, на мопеде и тратят 300-350 двигателей в день на бензин. Ну, плюс еще за аренду это вам на бензин в плане, там 200-350 клиентов. Я говорю, ну, хорошо, а на велосипеде капитально как ездить? Он говорит, да, я за первый месяц похудел на 28 килограмм. Говорит, в день проезжаю 120-150 километров по доставке Глова. Я говорю, ну, а какие проблемы, что вообще с этим, как ты чувствуешь себя? Я говорю, чувствую себя отлично. Но, когда я по 150 километров в день наезжаю, у меня калории тратятся, и я в день на 400 гривен больше наедаю. Вот, говорю, а мы обычно не тратим 200 гривен? Говорит, в этот день 600. А, говорит, как можно хорошо питаться? Мясо, овощи, полезное. Говорит, я потом привезу домой, а там девушки мне ждут, ну, я уже уматанный. Говорит, да не продай мне электро-велосипед. Потому что на электро-велосипеде калории не тратится, и за беде не нужно платить. Ну, у нас тоже многие там ездят такие, вот на электро-велосипедах. Да. Мы это не рады, я не знаю. Только я один. Наши курьеры, ну, это рекламы, да, похвастаться, какие у нас электромайки. Да, мы и Паржа, и в Алмате запустились, и в Одессе, и в Киеве. Вот так вот там наши самые крутые войти в мире были. Но кроме электричества, есть и другие решения. То есть, помните, да, проблема экология. Проблема, точнее, выбросов. Выбросов СО2 и других вредных веществ в воду. По водороду этому еще предстоит развиваться. А может быть, не разойдется, никто не знает пока. Как раньше были разные форматы, там, CD, DVD, Blu-ray, ну, если мы поговорим о видеозаписе, да. И вот все от Мерли, может быть, это тоже водородство будет такой мертворожный проект. Пока непонятно. Солнечная энергия. Попыток много, но она низкоэффективная показка. Пока что плотность низкая, и, ну, чтобы зарядить, например, остановить на электроэнергии, из розетки, допустим, если это за час, то на солнечных панелях куда-то там, не знаю, 20 часов. Я сейчас в группу актуирована. То есть, пока непопулярно. О, вот эта Димаха продолжата в розыгры. Или вот разработка на биоэтаноле, на жидком асоте, на древесном газе, на алкоголе. Или вот, мой любимый, на педальной тяге. Вообще экологично, да. То есть, решения могут быть в разных направлениях. Я просто подталкиваю вас мыслить в разные направлениях. Здесь не обязательно одно решение в проблеме. Есть проблема, вы предлагаете решение. Тесла. Тесла пытается решить сразу два. Две задачи. И экологичность за счет электричества, и пробки за счет того, что внедряют автопилоты. Вот эта выстройка наверху – это радары. Глядары, значит. Давай, как это радары. И они позволяют автомобилю самому двигаться в потоке. И это решение пробки. Потому что, если все автомобили будут в одной сети, да, но они будут знать, какие светофоры впереди, как они будут включаться. Они смогут проезжать перекресток вот так вот, да. И обязательно будут сюда приезжать, стоять, пропускать. То есть, все машины будут знать скорость направления движения других машин вокруг. И эффективнее будет использоваться на роботах. Ну, вот такой робот был в прототипском фильме «Вспомнить все» в 1901 году. Вот я тогда увидел прототип первого автопилота на экране. А год назад я был в «Вас-Вегасе» и взял барин автомобиль, и он ехал сам. Вот реально я сфотографировал. Вот я сижу за рулем, я отпустил руки с нуля, потому что он едет сам. И я делаю фотографию. И тут видно, ну, плохо видно, но тем не менее. Мы держим полосу, да. Как Рома говорил на панели, у нас проблема, украинцев держать полосу. Автомобиль сам держит. Если я куда-нибудь не туда заруливаю, он меня предупреждает вибрации там. Так, в общем, в седло. Он держит скорость. Если впереди машина резко затерлозит, моя машина тоже остановится. Потом препятствую щельнику поедет дальше. Типа, пока я фотографировал, он начал мне моргать. Возьмите рули в руки, возьмите рули в руки. Типа, по правилам все, я еще не могу отпустить рули. Я должен держать руки на руле. Это автопилот. Там есть разные уровни. С первого до пятого. Типа, пятый – это полностью остановный автомобиль без руля. Ну, вот это третий уровень автономности. Но многие уже переходят от четвертый до пятый уровень. И, например, вот этот вагон – это в Лондоне в аэропорту Хитру. Переводится между терминалами. Электрический, беспилотный, монорельс и транспорт. Ну, хорошо, монорельсы про это проще, да? А вот уже автобус едет. И этот автобус едет по дорогам Леции. Этот автобус из Нидерланды. Еще раз. Беспилотный, электрический. И тут нету водителя. Он едет по своему заданному маршруту. Или в Дубае. В Дубае есть такой город будущего. Мазар. И там такие автобусы электрические тоже ездят. Ну, пока что они ездят где-то, наверное, ладно. Там реально 20 сантиметров в час. Какой-то супер медленный. Вот так. Ну, зато ты едешь и чувствуешь себя как-то в отцовом, да? Беспилотным. Пока что это первые шаги. Есть у нас одна инфраура, которая шагает в будущее. И это Китай. Они сделали монорельсовый, называется Маглев. Такой поезд. Маглев это Magnetic Levitation. То есть это магнитная подушка. Магнитная левитация. И на этом поезде в Шанхае можно доехать из город, из театра. Ну, не из театра. Ну, в общем, от метро до аэропорта. Расстояние около 38 километров. Ну, примерно, допустим, как у нас от вокзала до Борисполя, да? У нас тоже есть Аэроэкспресс, там. То есть, да. Едет и пользовались, наверное. Я пользовался. Он едет. Что там, 40 минут, что ли? Там через 5-40 минут. Но при том же расстоянии Маглев доезжает за 7. Я сел, я только положил чемодан вот этот на полку. Достал телефон, достал что-то там, баночку чем-то попить. И он начинает тормозить. Я думаю, блин, я еще и в сейсбух не успелся проверить толком. Что, остановка какая-то, что ли? А нет, объявляют. Все, мы в метро приехали. То есть реально 7 минут. Так, ладно. А, там еще такое-то скорость. 430 км в час развивает. Разгоняется. Все, потом начинает тормозить. Они продолжают развиваться дальше. Потому что Маглев это уже вчерашний день. Он был запущен в 2005 году. Уже 14 лет прошло. Вот эти поезда развивают еще больше скорости. Ездят под водой. Ну, в смысле, в туннеле под водой. И любого-то не запускается. Маглев-2, который разгоняется до 600 км в час. 600 км в час. Тогда Одесса можно меньше, чем за час доехать, да? Вот представьте, да? Транспорт будущего, да. Транспорт настоящего. Это транспорт настоящего. И чуточку хочу углубиться в кейс прекрасного города Сингапура, о котором сегодня заговорили. Как там организованы транспортные платоны? В Сингапуре нет... Вообще это город острого государства. И поэтому все проблемы там очень быстро вылезают. Например, если нет воды, то все. Город ограничен. Нужно срочно решать что-то с водой. У них нет песка. Строятся вот эти прекрасные здания. Они завозят из Малайзии песок. И у них там воины с Малайзией по поводу цен на песок. Как в свое время были воины у Украины с Россией по поводу цен на газ. Представляете, там у них нет песка. Вот это проблема. И поэтому там все работает. Ну, уже отлажено. Это работает от часа. Транспорт. Если это центр города, то с разных сторон на пьес города стоят вот эти ERP ворота. Вот так вот они выглядят. Это называется платный въезд в центр. То есть вы когда проезжаете мимо такой ERP, а не со всех сторон, то у вас снимается с карточки сколько там? 2-3 доллара. И у каждого автомобиля стоит такой ERP, который вы заправляете. Если вы не заправили гарантию, то штрафы там в Сингапуре огромные. Говорят, Сингапур is a fine city. Fine – штраф за жвачку 100 долларов. Штраф за проезд 500 долларов. Штраф за то, что погромили обезьяну из зоопарка – 5-5 долларов. В общем, и это остров. То есть вы не сбежите. Там по всему камеру. Так вот, платный въезд в центр – это первая часть решения праздноватой проблемы. То есть тем самым мы ограничим количество автомобилей, которые просто находятся в центре. В Киеве они едут и беспорядочные. Куда хочет, то хочет, то будет. А там, там что-то. Второе решение – лицензия на право владения автомобилем. То есть чтобы мало купить автомобиль, у вас должна быть лицензия на право владения. Стоит она, вот эта цифра актуальная, в этом году – 84 тысячи долларов. И выдается она на 10 лет, и ее нельзя не перепродать, ничто не купить, никак. То есть вы можете ее на аукционе получить. Если автомобиль стоит, допустим, 30 тысяч долларов, 40 тысяч долларов, да, то еще 80, вам нужно 84. За лицензию. Поднимай лицензии. Там вообще высокие налоги. И вот примерный расчет автомобиля. Не важно, как, ну, Porsche Cayenne, там, какой-то там, в четырехлетней давности, 70 тысяч долларов. Он стоит, например, в миллион. Вот здесь добавляются кошлины, примерно 120 тысяч. Ну, за лицензию 73. И, в общем, в общей сложности вам нужно будет 260 тысяч долларов. И это касается, ну, любого автомобиля. То есть, неважно, я Toyota или Porsche покупаю. Он в четыре раза дороже, чем в других странах мира. То есть владение автомобилем – это уже роскошь, это называется. Ну, правда, но при этом там больше всего Lamborghini на душу населения, которое я где-либо видел. Вот это только Lamborghini. Кстати говоря, я вам уже сказал, да, там везде камеры стоят? То есть разогнаться больше, чем 60, где на него сейчас нельзя? Ну, нельзя, чем Гапури – нельзя! В принципе. И я поражаюсь, вот эти ламбаджини, они, о-о-о-о, и как, да 150. Есть еще решение, там очень, как бы, разветвленная система с действием с противовесом, штрафом, ну, толстые они, как и прочее. И, например, там есть красные номера, которые, вы покупаете машину, но вы говорите государству, я не буду лезть в рабочее время, мне нужна машина, тогда на выходные. Окей, тогда минус 17 тысяч тебе налоговый вычет и красные номера. И ты имеешь право выезжать в город только после 19 до 8 утра, плюс выходные. Если ты в рабочее время выезжаешь, то ты должен заранее купить лицензию на этот день. Она стоит там сколько-то, допустим, там 200 долларов. Или стоит, я не помню. Если у тебя старый автомобиль, а, да, а стоимость владения автомобиля, там, уже налоги ежегодные, естественно. И вот чем старше автомобиль, до 3 лет ничего не платит, что 5 лет, 6 лет, каждый год повышаются налоги. И после 10 лет уже налоги настолько драконовские, что вам выгоднее продать эту вторую машину. Ну, если у вас ретро автомобиль, тогда вам говорят, да, прекрасно, мы любим ретро автомобиль. Вот вам 25 талонов, вы можете 25 дней в году выехать. Да, я бы хотел, чтобы такие старые машины не коптили, не сидели. Про копоть там вообще, ну, я даже не знаю, могу стыну сажать, но я никогда не видел там какие-то старые или дрягкие машины, или которые коптят, в стиле это проблема, но я не понял. Примерно стоимость машины, помимо того, что она дорогая, стоимость машины входит. Бензин вот по 2 с лишним доллара за литр в 500 месяц. За паркинги, везде за паркинги нужно платить. С дома 200 долларов, в месяц на работе 200 долларов, в месяц 100 долларов, а что вы там магазина будете тратить, то есть 500 за паркинги уйдет. Платный веш-центр 200, налоги, страховка, мойка обязательная, это копать, поэтому 2 тысячи долларов в месяц вы тратите на обслуживание автомобиля. То есть, чтобы владеть автомобилем, 2 тысячи нужно в месяц еще выкладывать. Да, у меня время вышло, буквально две минуты я закончу здесь. Да, и на самом деле, прирост автомобилей до 2017 года составлял 0,25% в месяц, то есть выдача новых рецензий вот этих десятилетий. А в 2018 году сказали, все, больше долларов автомобиля не будет. Решение проблем на транспорт? Решение. Но это только частное решение, потому что мало запретить частные автомобили, а там нужно развивать общественные транспорты. И вот это в платной дороге называется Green Light System. То есть оно определяет скорость и количество автомобилей, которые ездят в этом направлении. Ну, это, условно говоря, ресивд. Дальше они включаются в систему зеленой волны. И вы видите, что если вы едете, вот это перекрестки, вертикальные полосы, и если вы едете на велосипеде, вот синюю полосу, например, со скоростью 20 км в час, то вы всегда попадаете в зеленую волну. Это так круто. Просто ездите на велосипеде, вы все время по зеленой волне. Или на автобусе. Он чуть быстрее, но он останавливается на остановках, и у него тоже соединяя скорость 20 км в час. И автобус тоже всегда в зеленой волне. Они очень круто эту систему разрабатывают. Ну, вообще всю систему автотранспорта они разрабатывают на протяжении 10 лет и оплаживающих. И это работает. Если вы на автомобиле, то вы на первом светофоре на зеленый свет проявили, дальше вы попадаете на второй светофор и попадаете в тот светофор, который, ну, раньше не для велосипедиста, который, да, а который перед этим будет. То есть вы тоже в зеленой волне. И это работает. Вот это третья часть. В Сингапуре решена транспортная проблема за счет 4 тысячи. Первая – Патрель, есть центр, вторая – это лицензия на право владения, вторая – третья – это зеленая волна, четвертая – это 17 тысяч такси. То есть там по городу, да, реально, вышли, там окняты, там прекрасный город, там вообще, там нечли. Группу подняли, такси остановился, дороги свободные. Автодракт отходит, как часы. То есть все Атласа. Прекрасно, да, это у нас, да, включили. Ну и общественный транспорт, естественно, общественный транспорт. Моноренз, который соединяет город Сингапург и остров Синтоза. Легкий скоростной трамвайд. Ну да, как он, ЛФТ, 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 СПОК. Это у нас скоростной трамвайд на Большем городе. Только он развитый. У нас он только в одном направлении, а там везде по городу. Он наземный. А есть подземный метро? Давайте сейчас, следующее. Вот это метро. Подземное метро. А как вот Леша, мать, говорили, мы в Украине пытаемся интернет метро провести, да? Там интернет метро был уже в 2005 году. Везде. То есть вот острые технологии, там все просто метро как на работе. Потому что интернет полностью все покрывает. Ну и автобусы, естественно, которые ходят каждые 3 минуты. Вы доедете в любую точку, в аэропорт доедете. Хорошо развита система общественного транспорта. Ну и идеальный транспорт, на мой взгляд, вообще в целом в мире. Это когда есть, во-первых, вытеснен персональный транспорт, персональные автомобили. Вот одной полосы для автомобилей достаточно при тех условиях, да? Как я назвал, как в Сангапуре. Есть общественный транспорт. И может такси. И желание, чтобы это был общественный транспорт экологичный. Электрический, там, что-то такое. И зеленые полосы. Выделенные для индивидуального транспорта. Я считаю, что велосипеды это вообще самое прекрасное решение всех, которые... И не только экология, и транспорт, а еще и здоровье, там, лучшее самочувствие и прочее. Ну и любой другой индивидуальный транспорт. Электрик, транспорт, и много колеса и прочее. Вот так должна выглядеть идеальная дорога, на мой взгляд. Велосипед, пешеходная дорога. Причем она шире, чем, например, автомобиль плюс автобус. Пешеходная, велосипедная, точнее, полоса для индивидуального транспорта. Полоса для индивидуального автотранспорта. Затем общественный транспорт. Ну и два разных автомобилей. И эта картинка, ну, то есть, это не рейдер, это реальная фотография Сан-Франциско. Я считаю, что так должно быть везде. И когда вы будете работать над вашим проектом, и, в принципе, когда вы решаете экологические задачи, задавайте себе чаще вопрос. Какую проблему я решаю? В транспорте, без самых острых проблем, это экология и транспорт. Спасибо большое!